Для стабильности во всем регионе Ближнего Востока необходимо, чтобы диалог России и Турции продолжался и носил продуктивный характер. Нужно, чтобы в случае каких-то происходящих временами, в реальной жизни и реальной политике разногласий и конфликтов, лидеры двух держав имели возможность встретиться и спокойно все обсудить. Об этом сказал в беседе с ДИАС, российский эксперт, директор филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат философских наук Павел Клочков. И такой диалог есть, отметил российский эксперт. Не случайно Эрдоган прилетел в Москву. У президента Турции в последнее время возникло много проблем, и общая, согласованная с Россией позиция ему необходима. Как для того, чтобы быть успешным на международной арене, так и для того, чтобы правильно расставить акценты во внутренней политике. Достаточно вспомнить, неудавшийся госпереворот в Турции несколько лет назад, когда Россия оказала большую помощь турецким властям и способствовала стабилизации ситуации, напомнил эксперт. По словам Клочкова, были те, кто злорадствовал по поводу, якобы неизбежного боестолкновения между Россией и Турцией, подсчитывали военный потенциал возможной войны. Но все это, люди, мягко выражаясь, далекие от реальности. Россию и Турцию возглавляют такие лидеры, как Путин и Эрдоган, которые умеют сохранять трезвое мышление и холодную голову, во время самых горячих дискуссий, вырабатывать совместную позицию и приходить к компромиссу, подчеркнул Клочков. Переговоры, как уже известно, завершились очень успешно, в них получили плюсы обе стороны, каких-то минусов, несмотря на комментарии злопыхателей, я не вижу. Имеет место стабилизация ситуации. Конечно, есть много тех, кто хотел бы столкнуть с лбами Россию и Турцию, но думаю, в ближайшее время им не стоит на это надеяться. Хотел бы подчеркнуть, что и раньше между Россией и Турцией были разногласия, которые успешно преодолевались. Все мы помним кризис 2015 года, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев во многом помог в налаживании контакта и диалога. Тогда преодолели, и сейчас, думаю, будет преодолено. А те, кто потирал руки, надеясь на столкновение двух государств, остались ни с чем, сказал Павел Клочков. Продолжение следует...